приветствую вас на канале лошадь ослы и мулы сегодня видео о коровах о наших лимузинах и так если меня кто-то спросит выгодно ли содержание коровы в маленьком таком хозяйстве или например меня спросит кто-то какое животное выгоднее держать корову козу коров коз овец кур кроликов лошадей ослов здесь все ставить не будем потому что от лошадей вообще никакого толка нет кроме верховой езды и продажи жеребят теперь давайте поговорим о коров какая от них выгода вообще если она вообще существует или нет если в греции например если у вас редкой породы коровы или коровы которые помогают всякими пособиями выплачивают государства их содержание их кормление то это выгодно потом у вас же опять таки будет доход мяса и и в некоторых случаях существует и молочные коровьи и фермы мы будем говорить о том вот как держим мы коров какая выгода сейчас мы выращиваем просто маток маток которые будут нам рожать которые будут далее приносить нам доход кто останется на матке а кто нет мы решим когда уже дорастут ну например по поводу четырех коров мы уже решили а есть еще новенькие у нас возможно мы еще доберем коров и вот первую случку мы уже устроили с быком как вы видели у нас такой бычок не самый зачетный но хотя бы что то чтобы на следующий год у нас было обычно телок не режут телок оставляют на маток а режут как вы знаете бычков но видно будет молоко от конкретных коров не берем так как молоко для дома это слишком много будет чтобы сдавать на какие-то молочные предприятия это молока надо гораздо больше и нужно специальные доильные аппараты тут же руками не будешь доить об этом речи в общем то быть и не может в данный момент наши коровы если какую-то прибыль принесут то с моего канала на ю тубе шучу конечно давайте обсудим как насколько затратно держать коров домашнем хозяйстве корову нужно кормить корову надо поить и докармливать всякими концентратами помимо денег корова жирает очень много времени и для содержания коровы нужны минимальные какие-то знания о родах коровы о том какую помощь ей в этом процессе оказать либо придется нанять помощника если много животных которым тоже нужно платить если вы будете доить своих коров вручную вам нужно придумать куда сбывать молоко например это будет ваш магазинчик или собственный но нужно снять для магазинчика какое-то помещение да или дать рекламу в интернет или на радио местные опять-таки затраты даже если в газету вы дадите тоже будут затраты услуги ветеринаров или затраты на случку все это надо учесть при покупке коровы потому что коровы реально животные очень хлопотные в содержании например кролики они занимают очень много времени а вот бараны и козы это самые на мой взгляд лучшие животные ставьте лайк короче время выйти вышло вышло уже